Всем привет друзья! Получаю много вопросов о черной базе. И вот что захватывает. Когда я показала вам ее впервые, многие писали, что это плохой вариант, так как подобные базы не просыхают или пока новые все нормально, а потом перестает просыхать. Что вы пишете сейчас, друзья, после того, как ее попробовали? База крепкая, отлично просыхает, но не черная. Кому-то она кажется зеленой, кому-то она кажется серой. И чтобы получить черный цвет, надо ее выложить ну очень много, что неприемлемо на коротких ногтях. Ну что ж, давайте смотреть. Наношу защиту, прозрачную бескислотную базу Айсит Фри. Мне очень нравится эта база, не печет, PH нейтральный, крепкая, отлично выравнивается. Праймер Бондекс под нее не нужен. Я просто обезжирила ноготь спиртом. Наношу тонко, но не втирающими движениями, как будто бы слегка выравнивая поверхность. Сушу в LED лампе 48 ватт 30 секунд. И вот у меня две черные бескислотные базы, Black и Black Shine с шиммером. Покажу вам два способа нанесения. Начну с первой базы с шиммером. Я очистила кисть от базы, то есть капли на кисточке нет. Мне нужно нанести сначала основу с четким ореолом будущего покрытия. Смотрите, какая она в тонком слое. Прямо такая серая вуаль. Сколько интересных дизайнов можно с этой вуалью делать. Но вернемся. Наношу ее в стык к кутикуле. И здесь очень важно не коснуться валиков. Ну и конечно, если маникюр не совершенен, затеков вам не избежать. Промазываю тоненько ноготок полностью, создавая четкий периметр покрытия. Теперь набираю капельку, ставлю ее близко к зоне кутикулы и толкаю вверх. При этом ноготок должен быть с наклона вниз. Поднимите свободный край вверх, база утечет под кутикулу. Тонкой кистью поправляю периметр и сушу. Повторяю все то же самое. Сначала тонко, не сушу. И на мокрый не полимеризованный слой добавляю каплю. Этот способ я вам показывала в первом видео, только там были длинные ноготки. А вот я уже добавила каплю и поправляю периметр. Не забывайте, свободный край ногтя направлен вниз. Можно центрировать второй слой. И быстро в лампу. 30 секунд в LED лампе 48 ватт. У меня лампа Sun One. Сушит все на свете. Ну вот смотрите, черный флакон, чтобы вы сравнили с черным цветом. Если база вам кажется зеленой, это говорит о том, что вы ее нанесли недостаточно. Вот здесь на свободном крае просматривается край ноготка, который я подпилю в конце. Второй вариант. Можно сделать вот такой ободок, то есть прокрасить зону валиков и просушить. В остальном все то же самое. На первый взгляд может показаться, что долго. Три этапа, то есть это сделать ободок, потом первый слой, потом еще и второй. Но нет, так легче, так как периметр уже готов. И вы можете сосредоточиться исключительно на выкладке и на блике. Ну вот собственно и все. Черный флакон для сравнения. Отличный мягкий переход. Идеально ровная, очень крепкая. Покрою топом и подпилю торец, чтобы не светился. Подпиливаю буквально полмиллиметра. Фрезу убираю толщину. И вот такая красота. Ну и конечно же посмотрите на толщину. Сказать, что эти ногти толстые или там выложены какие-то бугры, ну например я не могу. Вы и сами видите, что толщина небольшая. Просто работа с такой базой действительно деликатна и отличается от работы с обычными базами. А возможностей море. Нужно прозрачнее сделать для вуали. Добавьте прозрачную базу этой же серии. Нужно чернее, добавьте каплю черного гидлака и хорошо размешайте. Я сняла эти ноготки специально для вас и при теплом искусственном освещении, и при холодном искусственном, и при дневном. Напишите мне в комментариях, смотрится она зеленой. И толстые ли ноготки получились. Ну как по вашему мнению. Только не забывайте, что мои натуральные ногти уже выпуклые от природы. На этом все, друзья. Всем пока.